Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее обо всем подробнее. Сильный ветер, поднявшийся на выходных, стал причиной введения режима ЧАЭС в одном из районов Новороссийска. Наш город такой участи избежал, но к урагану власти курорта были готовы. В срочном порядке глава курорта Сергей Сергеев созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям для применения упреждающих мер. В неочередное заседание комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с резко ухудшившимися погодными условиями принял решение ввести режим повышенной готовности. Обмин информации с главами сельских округов осуществляют каждые два часа. Третье. Руководителем функциональных органов управления социального блока. Каждые четыре часа доклад ЕДДС по складывающей обстановке. В случае нарушения доклад незамедлительный. Четвертое. Спасательным подразделениям быть готовым к оперативному реагированию для расчистки проезжей части на случай возможных завалов. Глава сделал серьезное замечание о работе ЕДДС. Я позвонил, поинтересовался. Он мне про одно отключение сказал. Звонит через 15 минут, говорит, Сергей Павлович, четыре отключения у нас. И работает три бригады. То есть он не владеет ситуацией. Понимаете? Учите, и от них очень многое зависит. Все службы по очереди доложили о мерах, принимаемых по устранению отключений. Их, к счастью, было на этот раз немного. И глава города заострил внимание на том, что будет с городом после того, как стихнет ветер. Пакеты летают по всему городу. Понимаете? А летают почему? Потому что мусорки у нас, свалки в таком состоянии. Поэтому завтра с утра, Сергей Николаевич, необходимо сидеть и уделить особое внимание. Прямо с рассветом, санитарному состоянию вокруг. Мусор будет 100 метров в радиусе вокруг свалки. Вот сейчас его носят. Мы с вами разговариваем, его носят. И после вот этого ветра навести надо порядок. Сергей Сергеев заострил свое внимание на том, что при огромных выплатах из бюджета города ООО «Коммунальщик» по-прежнему вводит неправомочные меры. 100 тысяч рублей в день мы тратим. И у нас на 40 лет победы лежит огромная с мой рост куча. Господин Калмаузов убрал контейнеры, ни с кем не согласовал. Поэтому за завтрашний день, сегодня и завтра, Сергей Николаевич, берем карту города-курорта, отмечаем, где были контейнеры. И отдельно, где их сегодня нет. И я хочу по каждому знать причину. Понимаете, я готов платить. Мы готовы платить все за чистоту в нашем городе. Но не таким же образом. Может, кто-то меня выстроить хочет. Чтобы я кому-нибудь позвонил, там не получится. Любовь Евсеева, Станислав Алько. Специально для Анапа. Регион. О мигрантах из Узбекистана и Таджикистана. Развитие сферы торговли и потребительского рынка. Об этом и многом другом говорили сегодня чиновники на очередном городском планерном совещании. Руководитель отдела полиции доложил о состоянии криминогенной обстановки. Анапским полицейским удалось задержать пять жуликов, находящихся в федеральном розыске. Кроме этого, правоохранители в селе Цабанабалка обнаружили точку по незаконной реализации алкоголя. А в селе Витязево подпольный игровой клуб. Про поручение Сергея Павловича мы промониторили ситуацию под лотоавтоматами. Это так называемые лотерейные автоматы. На самом деле это те же самые игровые автоматы. На селе порядка 12 штук, которые мы выявили только на территории. Вот просьба главам сельских администраций Юрию Федоровичу и руководителям наших служб ЖКХ. Та же самая ситуация, что Сергей Павлович объявлял по поводу того, что подключаются, не стоят у кого-то на территории конкретно. Кто-то с этого имеет какие-то там доходы, дивиденды. А на самом деле люди попадают, проявляют все, что есть, потом выезжают с территории города, и дорогой на территорию. Они начинают рассказывать о том, что у нас процветает эта цифровая литра. Хотя документально эти два флота автомата, они запатентованы, у них там есть лицензия на работу. Но это заувалировано, еще раз говорю, первая автомата, позиция будет однозначна. Миграционная служба, по словам начальника отдела Андрея Дубошина, в одном из санаториев на Пионерском проспекте выявила 27 граждан Таджикистана и Узбекистана, которых выдворили за пределы Российской Федерации. Кроме того, 370 иностранцев поставлены на учет. На территории города-курорта находятся 400 граждан Украины. Из них 81 человек обратился к нам с заявлениями о получении разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Основная цель это соединение семьи, люди прибыли к ближайшим родственникам. И 3 человека обратились с ходатайством и о получении статуса беженца. Ажиотажа в этой, по этой линии, на сегодняшний день мы не наблюдаем. Если сравнивать с прошлым годом, то количество пребываемых граждан примерно такое же. В сельских населенных пунктах развернулась информационная кампания, в ходе которой сельским жителям специалисты жилищного отдела разъясняют, как можно улучшить жилищные условия с помощью муниципальной, краевой и федеральной программ. Вице-мэр Светлана Яровая попросила Управление имущественных отношений и архитектуры активнее работать с населением. В настоящее время три молодых семьи оформляют документы, продолжают приходить в отдел консультироваться и просят еще максимально изложить все эти вопросы и ответы в средствах массовой информации. Я хочу видеть на страницах нашего электронного СМИ вопросы от многодетных и наши ответы, ЛПХ наши ответы, почему изменился размер арендной платы и наши ответы и так далее. То есть очень много тем, которые мы сегодня членораздельно до населения не работаем. Но это касается архитектуры, это касается ЖПХ, то есть максимальных служб, связанных с услугами, которые предоставляются населением. Сергей Сергеев призвал внимательнее относиться к СМИ привлекаемых строительных компаний по-хозяйски. Вот посмотрим, сейчас спроектируют и начнут строить подземный переход в Анапске. И мне доложили, я хочу сказать, и для СМИ в том числе, что цена этого перехода 43 миллиона рублей. Вот посмотрите, за сколько частник сделает. Максимум 20 будет. А бюджет, а что там бюджет? У нас, посчитайте сегодня, Светлана Владимировна, я попросил совещание, самое серьезное по вывозу ТБО, собрать. Мы в день тратим 100 тысяч рублей на уборку города. Только города. Еще раз повторяю, 100 тысяч рублей в день. Вы представляете суммы? У нас блестеть все должно. С докладом о развитии отрасли торговли и потребительского рынка выступила начальник управления Ида Пахатенко. На сегодняшний день отрасль торговли – одна из основных бюджетообразующих, годовой оборот которой составляет около 13 миллиардов рублей. Всего на курорте зарегистрировано более 3,5 тысяч объектов потребительской сферы, обеспечивающих работой 13 тысяч анапчан. Наценка на продукты составляет 20-30%, а на социально значимые продукты – не более 10. Эту планку удается удержать благодаря систематической работе специальных групп народного контроля. Приближается курортный сезон, а вместе с ним и всплеск предпринимательской активности. И администрация, по мнению главы курорта, должна… Помогать – это не должно быть просто словами. Вы выполняете просто рабочие функции. И когда вы видите этого человека, любого группы людей, вы думаете о том, как им помочь. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Кратко о том, какие на сегодняшний день существуют программы улучшения жилищных условий, в интервью нашему корреспонденту рассказала начальник жилищного отдела Светлана Васильченко. На сегодняшний день существует ряд федеральных, краевых и муниципальных программ, участвовать в которых могут люди. Это обеспечение жильем молодых семей. В ней участвуют молодые семьи, бонус-супругам которых до 35 лет, которые нуждаются в улучшении, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. И которые на момент подачи заявления могут подтвердить, что у них есть часть собственных, либо возможно взять ипотечный кредит, средств и участвовать в программе. Есть программа федеральная, это устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года, в период до 2020 года. На самом деле это старая программа социального развития села, просто ее модернизировали. На сегодняшний день в ней могут участвовать граждане, граждане, молодые семьи, молодые специалисты, которые проживают и работают в сельском местности. По данной программе предоставляется социальная выплата в размере до 70% от расчетной стоимости жилья. Есть также программа, у нас краевая программа, по краевой, по губернаторской программе, по ней предоставляется социальная выплата на первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. То есть все программы направлены на улучшение жилищных условий граждан. И к другим темам. Православная выставка-ярмарка в Новороссийске уже стала традиционной, но не меняет своей актуальности и насыщенности. С 12 по 18 марта анапчан и гостей курорта приглашают в Морвокзал посетить торжество православия. Здесь вы сможете задать важные вопросы о вере и церкви священнослужителям Новороссийской епархии, приложиться к главной святыне, представленной на стенде, и подать записки о родных на пост. Также на выставке будет представлен большой книжный ассортимент, церковная утварь, подарки и сувениры к Пасхе и многое другое от участников из России, Украины, Белоруссии и Греции. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 12 марта в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 5-8, ночью плюс 3 градуса по Цельсию. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.